Доброе утро, уважаемый водитель, представитель Минтранса Московской области. Будьте добры, лицензию на перевозку пассажиров и багажа. А также водительское удостоверение и страховой полис. Только с этими документами водители такси могут осуществлять перевозку пассажиров и багажа. Машины должны быть не только исправны, но и оформлены соответствующим образом, с опознавательными знаками в едином цвете. Но нарушение этих требований не редкость. Остановили гражданина, Бадаяна Ашот, который не имеет права управления, а именно с национально-водительского удостоверения, не имеет права осуществлять трудовую деятельность в такси. Соответственно, мы сейчас его отстраняем от права управления, машину на штрафстоянку и все, дальше он отсюда пойдет пешком. Безопасность пассажира должна быть на первом месте, говорят сотрудники ГИБДД. Сел в такси, надень маску. Причем соблюдать масочный режим обязаны и водитель, и пассажиры. Не было лишним напомнить, что этот режим ношения масок в общественном транспорте является обязательным требованием, в связи с постановлением губернатора номер 108 ПГ. А также проверялись соблюдение административного законодательства при выполнении перевозок. Это касается внешнего, внутреннего оформления, наличия правоустановления документов у водителей, прохождения перед рейсом медосмотра и техконтроля, что является основным требованием безопасности при выполнении перевозок. За нахождение в транспортном средстве без масок налагается штраф в 5000 рублей. Для самого таксиста ношение маски обязательно. Просьбу водителя надеть ее игнорировать также не стоит, предупреждают инспекторы ГИБДД.